Всем привет дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в городе Львов и сегодня я буду пересекать границу Украины с Польшей. Да, я еду в Польшу и я буду ехать по безвизу. И вы знаете, снять это видео я решил только по одной простой причине, так как большинство людей не знают до конца, что действительно нужно для того, чтобы пересечь границу по безвизу. Так как я сам искал информацию недавно и получил достаточно много противоречивой, спорной информации о том, что действительно нужно для пересечения. Так как говорят, что сейчас очень много людей просто снимают с рейсов из-за того, что у них что-то нет. Либо страховки, либо каких-то билетов, либо денег, либо еще всплывают разные нюансы. Поэтому я проверю на своей собственной шкуре и после этого я расскажу вам, какие были полностью нюансы на границе, что спрашивали, что было. Поэтому, друзья, если интересно, то саживайтесь поудобнее. Поехали! Ну что же, друзья, вот я и приехал в Польшу, вот я и пересек границу. И первое, что я хочу сказать, то это просто капец. То, что случилось с нами на границе, наверное, ни с кем не случалось, потому что это случилось именно на польской границе, когда уже пересекали. То именно наш автобус почему-то выбрали для проверки. То есть мы все вышли на улицу, на улице было достаточно прохладно. Нас всех выгнали на улицу и по итогу отвезли автобус на такой небольшой, я так понимаю, ремонтный гараж. То есть там есть яма, то есть полностью проверяют автобус, возможно, на наличие контрабанды, да. И это было минут 40 ночью, мы все вышли на улицу, потом мы все зашли точно так же обратно в автобус. Отъехали буквально 5 минут, то есть я уже так засыпал и уже не думал ни про что. И понимаю, что автобус едет назад, обратно. И по итогу снова пограничники остановили и снова сказали еще раз пройти этот контроль. Снова автобус отправили на такую проверку и это уже было часа 3, там полностью все раскручивали, искали какую-то контрабанду. Это первое, да, то есть это было нереально долгое путешествие. Второе, что я хочу сказать, уже коснемся тематики именно нашего видео. Во-первых, как пересекать украинскую границу, скажу для начала для людей, которые, возможно, опасаются, например, парни, что их заберут в военкомат или армия. То есть такого не было, да. То есть это все мой опыт, да, я делюсь именно своим опытом. То есть такого не было, мы просто вышли все с сумками, показали паспорта. Тогда девушка сверила наши лица на паспортах с нашими лицами и все. То есть потом нам раздали паспорта обратно в автобусе и это конец. Что касается польской границы, то здесь расскажу, так как я ехал по безвизу и здесь поделюсь с вами той информацией, которая может пригодиться. Итак, когда я искал информацию, что нужно по безвизу, я наткнулся на то, что некоторые говорят люди, мои знакомые, у меня очень много знакомых. И некоторые говорят, да, страховку 100% спрашивают. Кто-то говорит, нет, страховку не спрашивают. Но я на всякий случай решил сделать. Я сделал ее на 7 дней. То есть я не знаю, сколько я здесь буду, 7 дней, может месяц, может 2, может 3. Но я сделал 7 дней, чтобы именно на первое время она была. Делал я ее в компании Аранта. То есть это никакая не реклама, просто вот я искал. Мне понравился сайт и я решил там сделать. То есть на 7 дней она получилась 118 гривен. То есть как проходила таможня на польской границе? У меня спросили цель визита первая. Я просто сказал, как турист. То есть я спокойно, нормально отвечал на польском языке, сказал, как турист. Спросили, в какой город я еду. Я сказал, в какой это город я еду. Потом попросили показать деньги. Я сказал, у меня 300 долларов. Меня попросили их прям демонстративно показать. Они у меня были свернутые, меня попросили показать. Я развернул, показал это 300 долларов. То есть в принципе про страховку у меня уже и не хотела меня спрашивать, но я показал. То есть здесь я как-то поспешил и сказал, а страховку показывать? Она такая, да не надо. Ну и все. То есть, вот такие вот моменты, ничего сложного, главное, чтобы у вас были деньги. Водитель даже говорит, что 300 долларов это уже нормально, смотря на какой период времени вы едете. Если у вас только 300, то лучше, конечно, не говорить, что вы едете полностью на 3 месяца, потому что этого, конечно же, не хватит, а работать вы здесь не можете. Поэтому, если у вас 300 долларов, то примерно можете говорить неделя, 2 недели. И это вполне достаточно, это 1000 злотых, это почти минималка, то есть, в Польше минималка 1700 на месяц, поэтому 1000 злотых это будет вполне нормальные деньги на 2 недели. И, кстати, капец, когда я ехал из Днепра во Львов, то я так чисто интуитивно понял, что почти половина вагона просто едет в Польшу, потому что у всех были большие сумки. И кое-где я слышал такую речь про Польшу, про такое все. Так что, действительно, людей едет очень много. Это просто понимаешь, когда ты находишься во Львове, например, и тебе постоянно со всех углов кричат автобусы на Польшу, на Краков, на Чехию даже есть. То есть, ты это понимаешь только находясь уже там. Ну что же, друзья, надеюсь, мое видео было вам полезным. Вы, наконец-то, получили хоть какие-то ответы на вопросы, что же все-таки нужно для пересечения границы по безвизу. То есть, не нужны какие-то еще супер мудреные вещи. И достаточно просто знать, куда вы едете, иметь при себе определенную сумму денег и иметь при себе страховку. Ну что же, друзья, на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующем видео. Всем пока!